В центре единоборств прошла традиционная аттестация тагуандистов. Воспитанники тренера Анны Романовой доказывали, что достойны присвоения очередной степени мастерства. В качестве экзаменаторов на этот раз выступили заместитель главы администрации Великих Луг Ирина Бушенкова, председатель комитета по молодежной политике и спорту Константин Максимов, директор педагогического лицея Юлия Ярышкина и самая строгая из судей, обладательница черного пояса, первого Дана, Кристина Кириллова. Мероприятие началось с показательных выступлений самых опытных спортсменов. Каждый из которых не единожды был среди призеров соревнований разных уровней. За время существования в нашем городе секции тайквондо число поклонников этого вида единоборств выросло в несколько раз. Вначале в группе Анны Романовой, чемпионке Азии, призера чемпионата мира, занималось 10 ребят разного возраста. Теперь тренируется почти 50 человек. Есть среди них и совсем малыши, которым едва исполнилось 3 года. Родители без опаски отдают детей заниматься таким серьезным и часто травмоопасным видом спорта. Всецело доверяя опытному тренеру. И не зря. Даже самые маленькие достигают под руководством Анны Владимировны очень неплохих результатов. Анна Владимировна нам предложила попробовать поучаствовать на соревнованиях. И получилось действительно так, что ребенок оказался готовым. И мы привезли бронзу, заняли третье место. Были очень счастливы, рады. Мы очень рады, что у нас есть такой тренер Романова Анна Владимировна, которая, конечно, настолько, можно сказать, очаровала и влюбила нашего сына, что входит он туда с желанием. Добавим, что юный Иоанн также успешно прошел аттестацию и доказал, что достоин присвоения очередного ГИПа. Я сдавал силы удара. Сунгкаль, вторую пчаги. Мне очень нравится заниматься сильно. Я хочу научиться, чтобы потом защищать маму, папу и сестричку из себя. Всего технические экзамены в этот день сдавал 21 юный спортсмен. Ребята боролись за право повязать пояса желтого, зеленого, синего и красного цветов. Центральное место в аттестации занимали комплексы базовых движений «Туль», которых в Тайквондо насчитывается 24. В экзаменационную программу входил и условный спарринг, в котором оценивается знание учеником техники, понимание тактики поединка, умение чувствовать партнера и, конечно же, боевой дух. Кроме того, спортсмены должны были продемонстрировать силу удара. Самые опытные и подготовленные выполняли самый зрелищный вид этого теста – разбивание. Не обошлось и без обязательного в этом случае теоретического экзамена. Вопросы касались истории Тайквондо, многие требовали хорошего знания корейского языка. В итоге все ученики справились с экзаменами и продемонстрировали неплохой уровень технической подготовки, объем знаний и умений практических навыков, которыми должны обладать в соответствии с планом тренировочных занятий и длительностью обучения. Перед присвоением заслуженных ГИПов перед собравшимися выступил председатель комитета по молодежной политике и спорту Константин Максимов. Он отметил хорошую работу тренера секции Тайквондо Анны Романовой и высокие результаты ее воспитанников. Пояса счастливым спортсменам в торжественной обстановке вручила заместитель главы администрации города Ирина Бушенкова. Ирина Афанасьевна впервые присутствовала на выступлениях тайквондистов и была весьма впечатлена навыками, которые продемонстрировали юные спортсмены. И отметила важность развития этого нового для великих лук вида спорта. Ребята Анны Владимировны защищали свою честь, честь города и на соревнованиях в области, в России и привозят очень большое количество побед, медалей. Это ценно и для них, и для семьи, и, конечно, для города Великие Луки. Администрация города Великие Луки следим за тем, чтобы дети могли заниматься в комфортных условиях, постоянно выделяются ежегодно дополнительные средства для того, чтобы привести имеющиеся площади спортивных объектов в надлежащий вид. Мы надеемся, что в следующем году те помещения, где занимаются ребята, они приобретут уже более приятный и современный вид. Для каждого спортсмена получение нового, более высокого звания – это всегда повод для гордости. Для тэквондиста цвет пояса – это еще и обязанность показывать уровень не ниже присвоенного ГИПа, а значит, большая ответственность.